В эфире телеканала Круг Новости с обзором наиболее интересных событий к этому часу журналисты информационной службы и я Александр Катунцев. Здравствуйте! Сегодня в нашей программе вы увидите В Одессе продолжается деревопад Странная борьба городской власти с мафами Не успеют снести один, как на следующий день на его месте вырастают два новых Служба занятости поможет в трудоустройстве оставшимся без работы Иностранные инвесторы медленно, но все-таки осваивают украинский рынок Вложить деньги в производство решились и швейцарские бизнесмены Компания All Seeds Black Sea открыла маслоэкстракционный завод в городе Южном Один из крупнейших в Европе экспортеров масла компании All Seeds Black Sea построила предприятие в непосредственной близости от причалов порта Южный Первую очередь по перевалке растительных масел мощностью 700 тысяч тонн ежегодно запустили два года назад Введенная сегодня в эксплуатацию вторая очередь предназначена для собственного производства На данный момент в проект вложено 200 миллионов долларов Установлено швейцарское, немецкое, итальянское и бельгийское оборудование Уже сегодня половину подсолнечного масла на мировой рынок поставляет Украина И эта доля будет увеличиваться Проектная мощность этого завода составляет 2000 тонн в сутки При максимальной 2400 тысяч тонн в сутки Что составляет приблизительно 800 тысяч тонн переработки в год Семян подсолнечника, либо там соответствующее количество арабса, либо сои Дальнейшее наше развитие подразумевает как раз строительство второй очереди завода практически близнеца Который сможет либо удвоить мощность переработки, либо совместить переработку семечки с другой видом продукции, таким как рапс и соя Также Вячеслав Петрище отметил плотное сотрудничество с компанией ТИС Для Украины осуществление подобных проектов имеет как экономическое, так и политическое значение Иностранный бизнес может убедиться в реальности выгодного инвестирования нашего агропромышленного комплекса Данные инвестиции, данная вера в Украину Вы видите, у нас есть сегодня присутние иноземные гости У нас присутен иноземный капитал Для нас есть великая честь и пешана Поэтому мы будем, как государство, делать все, чтобы инвестиции шли дальше Сегодня на предприятии работает 250 человек В ближайшие 2-3 года руководство предприятия планирует вложить в его развитие 400 миллионов долларов Численность рабочих увеличится до 2 тысяч Они покупают все сырье на месте, ниоткуда не привозят И это тоже очень важно, потому что у Ферменов появился рынок сбыта Осуществление проекта стало возможным благодаря Государственному Ощадбанку Предоставившему кредит 62 миллиона долларов Несмотря на сложное экономическое положение в стране, для этого деньги нашли и не прогадали Після анализу документов, мы однозначно для себя визначили, что проект ликвидный Проектная команда потужна, бизнес-план отвечает всем нашим требованиям Через это 85% от того обсяга финансирования, которое было запланировано за кредитную угодку Банк фактически надавал у 2014-2015 года Мы понимали, насколько важен этот проект для Одесской области, для инвестиционного потенциала не только Одесская область и всей Украины Расширению производства мешает украинская система нечестной рыночной борьбы Компания два года не может добиться в Киеве разрешения на строительство своего причала Без него расширение производства бессмысленно Но хочу послать привет уважаемому главе портовой администрации Киева И вежливо его попросить Пожалуйста, дайте этому заводу разрешение на причал, землю мы найдем Но пожалуйста, не надо все время защищать одни и те же маленькую мафию, которая орудовала всегда здесь Проект предусматривает создание крупного промышленного комплекса Он включает железнодорожное хозяйство и сооружения для автомобильного транспорта Общая сумма инвестиций достигнет 600 миллионов долларов Немаловажно и то, что производство это экологически чистое Зарабатывать деньги будут без ущерба природе Александр Виноградов, Евгений Войтенко, телекомпания КРУ В Одессе продолжается деревопад Только за последние сутки из-за сильного ветра и неудовлетворительной работы одесских коммунальщиков В городе повалилось несколько деревьев Причем на этот раз пострадали не только припаркованные под ними авто, но и случайные прохожие Для некоторых жителей Одессы вечерние прогулки закончились весьма плачевно Так, на соборной площади, примерно в 18.30, огромная ветка обрушилась на пожилого мужчину, который в этот момент находился рядом Чтобы вызвали человека из плена, сотрудникам ГСЧС пришлось применять специальную технику После чего пострадавшего госпитализировали Предварительный диагноз – перелом шейки бедра Нашей службе была оказана помощь в распилении деревьев и переноске пострадавшего на носилки В следствии в автомобиле скорой помощи Мужчина 1948 года рождения, пенсионер Также не повезло летнему кафе в центре города Упавшая акация задела не только тентовую крышу заведения, но и некоторых посетителей Которые, впрочем, отделались легким испугом В этом случае серьезных травм не было Отдельно хочется сказать, что если бы зелентрест вовремя обращал внимание на аварийную обрезку сухих веток То подобных ситуаций можно было избежать Одесситы уже давно заметили, что наша городская власть как-то странно борется с мафами То есть не успеют наши чиновники снести один маф, как уже на следующий день на его месте вырастают два новых Но есть в нашем городе павильон, который словно птица-феникс возрождается из пепла после каждого сноса снова и снова На том же самом месте и в том же самом виде На улице Терешковой, напротив входа на рынок Черемушки, вот уже три года подряд происходит странная история с возрождением павильона В 2013 году длинная застекленная прямоугольная коробка появилась здесь в первый раз Не успев открыться, маф, правда, снесли Но уже к концу года он возродился на том же самом месте Причем на месте зеленой зоны, окончательно испуганив и без того изуродованный многочисленными будками и киосками этот участок улицы В 2014 году неизвестные недоброжелатели малых архитектурных форм, скорее всего кто-то из местных жителей Украсили серые будничные стены павильона веселыми, но не вполне цензурными надписями Заодно повыбивав стекла в оконных проемах И судя по тому, что тогда, говорили жители окрестных домов, они были готовы подписаться под каждым словом Они нам не нужны, конечно Сколько их надо Нет, я, кажется, против А все стороны вы читали? Замечательно, правильно сказано Видите, как отзыв людей, конечно, не нашими руками, но, видимо, люди бастуют и вот так получается Тем более рынок вот рядышком и тут же вот целая улица этих контейнеров, которые сдаются и растаивают Зачем же лепить было еще? В общем, тогда маф опять снесли и зона, как и полагается, снова стала зеленой Но буквально неделю назад на том же самом месте опять затеяли непонятное строительство И уже успели установить под павильон металлический каркас И опять работа ведется там, где не должна вестись вовсе Ибо по правилам благоустройства города ничего такого там, где зеленая зона, быть не должно При этом, как у нас заведено, местных жителей в известность не ставили И о желании видеть под своими окнами очередной шедевр павильонного зодчества не спрашивали Конечно нет, а зачем? А кто спрашивает? Они же не спрашивают, раз построили А потом люди возмущаются, вот эти вот, ну все бесполезно Если вот так учить по площади и как они, вот эти конструкции, так скорее всего, что что-то может быть, типа кафешки Я так думаю, но если будет кафешка, то, конечно, людям будет неспокойно, это естественно Если говорить, как наливайка, то это понятно, никому не надо И это будет однозначно плохой пример для этого района Но я, честно говоря, даже не знаю, что там будет на самом деле, вот вы знаете Нет, мы тоже не знаем А чтобы узнать, отправляемся к трудовому коллективу, выполняющему сварочно-строительные работы И вот дальше у нас состоялся удивительный по своему содержанию диалог Оказывается, ребята даже не знают, что строят То есть строят, конечно, но как-то бессознательно Мы не подскажем Почему? Мы тоже не знаем Как? Ну вы строите, вы не знаете? Мы ничего не знаем Мы проходили мимо Решили остановиться, поговорить Да, я думаю, не пройду Да, 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 да Стоит ждать, что у рабочей, не приходя в сознание, в скором времени все-таки возведут нечто особенно выдающееся Крайне необходимое именно на этом месте В том районе, где уже вроде и так все есть Начиная от рынка Черемушки и заканчивая киоском тысячи мелочей все по пять Но что бы ни стояло на этом месте, это все будет вместо Вместо двух срубленных деревьев и зеленой травы, которую теперь просто забетонируют Алена Фомич, Андрей Серещенко, телекомпания Круг Охранники одесского мэра тратят почти втрое больше денег, чем собирают Об этом сообщает интернет-издание 368.media Речь идет о недавно созданном департаменте муниципальной безопасности Одесского горсовета Городской голова Геннадий Труханов тогда заявлял, что новообразованная структура будет заниматься не только охраной безопасности на улицах Одессы Но и сможет пополнять бюджет за счет выписанных за правонарушение штрафов На самом деле все оказалось совсем не так Как сообщает интернет-портал 368.media, недавно созданное подразделение по муниципальной безопасности занимается проеданием бюджетных денег Вместо того, чтобы наоборот пополнять его Так, по заявлению СМИ, за первый квартал 2015 года сотрудники департамента выписали штрафов на 359 тысяч гривен Тогда как расходы на содержание подразделения составили почти миллион При этом еще не факт, что протоколы об административных нарушениях не будут обжалованы в суде и город не получит их вовсе С другой стороны, пока еще не зафиксировано ни одного случая действительной помощи гражданам от так называемой муниципальной безопасности Между тем, необходимо напомнить, что среди функций департамента не только выписывание штрафов за хождение по газонам, неудачную парковку или курение в общественном месте Департамент взял на себя функции и инспекции по благоустройству Два года назад инспекции было выписано более двух тысяч протоколов, благодаря чему городская казна получила сумму в 1 миллион 700 тысяч гривен Спустя два года департамент-приемник заработал в 4,5 раза меньше А может, на самом деле главная функция этого муниципального образования состоит отнюдь не в пополнении бюджетного кармана? И когда придет время, эти крепкие ребята, пришедшие в ряды муниципальных охранников мэрии из близких к мэрии частных структур, отработают казенные харчи уже на ближайших выборах Тем более, что хозяин у них остался тот же, городской голова Геннадий Труханов Председатель Одесской облгосадминистрации Михаил Саакашвили утвердил масштабное празднование 600-летия Одессы в начале сентября Об этом говорится в его ответе на запрос народного депутата Анны Габко, которым располагают одесские интернет-издания В частности, в документе идет речь о том, что некоторые мероприятия уже прошли Например, научная конференция, посвященная дате первого упоминания о Хаджибее Вообще же, празднования готовятся на начало сентября В частности, планируется проведение книжных выставок, краеведческих чтений и лекций, заседания круглых столов, спортивные соревнования на протяжении года Из документа также следует, что 1 сентября во всех школах Одессы запланированы классные часы на историческую тему 600-летие Одессы Также сказано, что готовится к изданию книга «История Одесского залива», в которой повествуется об истории селений на территории Одесщины, известных намного раньше, чем 200 лет тому назад В канун дня города 1 сентября в Одессе проведут опен-эйр спектакль «Хаджибей» при участии труппы Одесского академического театра музыкальной комедии имени Водянова А 2 сентября одесситы смогут совместить приятное и полезное На Потемкинской лестнице пройдет праздничный концерт, во время которого будут освещены страницы давней истории Одессы По информации источников одесских СМИ, в правительстве собираются выделить деньги на гардиозный концерт к 600-летию Одессы Изменения в структуре областной и государственной администрации продолжаются В ближайшем будущем будет ликвидировано еще два департамента – здравоохранение и социальные политики Передает одесса.нет При этом глава управления здравоохранения, скорее всего, будет уволен Расформированный департамент социальной политики передаст свои функции во вновь созданную структуру Которая будет заниматься вопросами здравоохранения, образования, социальной, молодежной и семейной политики Напомним, что уже шесть департаментов в Одесской ОГА упразднены Всего будет сокращено 404 сотрудника облгосадминистрации из около 800 Оставшимся без работы, в том числе и чиновникам, в трудоустройстве сможет помочь служба занятости Уже к концу года она будет преобразована в агентство Его особенностью будет более плотная работа с частными службами и центрами трудоустройства Первый заместитель главы ведомства рассказал о результатах работы В частности, о помощи в поиске работы временным переселенцам Всего в этом году в службу занятости обратились 32 тысячи человек Из них уже трудоустроены 14 тысяч Многие методики, выработанные в Одесской области, используют сегодня по всей стране У нас самый высокий уровень трудоустройства в Украине, именно в Одесской области У нас самый низкий термин пребывания на облику С вынужденными переселенцами ситуация сложнее Всего за помощью в службу занятости обратился 1771 человек Трудоустроено около 400 В Одесской области зарегистрировано 27 тысяч переселенцев Но 60% из них пенсионеры 12% дети, есть и инвалиды, и те, кто ухаживает за ними С другой стороны, многие устроились неофициально Статус безработного сегодня есть более чем у 1300 человек Все они получают пособия и полный спектр услуг службы занятости Включая профессиональную переориентацию Ведь главная проблема не совпадение профессий соискателей с предлагаемыми вакансиями В области очень нужны врачи, очень нужны медсестры Нужны бухгалтера, но квалифицированные и с опытом работы Нужны швей, очень много водителей нужно, очень много продавцов Много вакансий охранников и неквалифицированных рабочих В городе подавляющее большинство стоящих на учете Это бывшие служащие люди с высшим образованием Много сотрудников и забанкротившихся банков В области же много неквалифицированных соискателей Службы занятости регулярно проводят ярмарки вакансий для вынужденных переселенцев По данным Международной организации труда Уровень безработицы в Украине 9,3% В Одесской области 6,7% Алия Замчинская, Сергей Коняхин, телекомпания Круг Украина согласилась с развитием программы энергоэффективности и энергосбережения Предложенной Европейским Союзом За определенное время наше государство должно сократить потребление тепла Правда, эксперты утверждают, в реализации программы государство пошло не тем путем В Украине уже второй год работают программы по развитию энергоэффективности и энергосбережения В частности, предполагается, что люди, желающие уйти от центрального отопления к индивидуальному Могут получить льготный кредит в банке Но вот как-то не похоже на то, чтобы украинцы этой программой интересовались Выдано 7400 кредитов по Украине на общую сумму 130 миллионов гривен Что в среднем составляет 17,6 гривны, тысячи гривны на один кредит А что же закупили? Закупили в основном твердотопливные котлы Эксперт утверждает, это мало похоже на реализацию программы энергоэффективности Более того, это даже шаг назад, и выгодно это прежде всего именно банкам Основным реализаторам программы льготного кредитования От твердотопливных котлов нужно ходить в сторону высокотехнологичного оборудования Которое работает на возобновляемых источниках энергии Заставить все жилые помещения в городе твердотопливными котлами путь в никуда Даже если это твердотопливные котлы, которые ориентированы на, допустим, на какие-нибудь пилеты или брикеты То представьте себе, какие нужны объемы склада для того, чтобы это делать И где вот здесь это взять? Это просто нереально Эксперт также замечает, директива ЕС предполагает, что уже к 2020 году Украина должна сократить потребление тепла в 100 раз от ныне потребляемых объемов Если же стратегия по установке твердотопливных котлов в каждом домохозяйстве будет продолжаться То требуемых показателей по снижению потребляемых объемов мы никогда не добьемся Проблема в том, что в украинских городах обветшала инфраструктура Поэтому разговоры об энергосбережении и энергоэффективности так и будут оставаться разговорами Углеродистое топливо все время дорожает А компенсация, которая государственная, она и платежи, они не успевают за этим И поэтому нарастает то, что мы принято говорить в общенародном, это кризис неплатежей И он неименуем абсолютно, и его нельзя победить Эксперт утверждает, есть новые технологии, которые должны быть доступны для каждого человека Новое внедрение эффективных технологий наталкивается на косность чиновников и коррупционеров Которые заинтересованы в консервировании нынешней ситуации Если государство не будет решать этот вопрос, страну ждет энергетический кризис Анатолий Косин, телекомпания «Круг» Это все новости на сегодня Далее информация синоптиков о погоде А я напоминаю, что новости телекомпании «Круг» всегда доступны онлайн по адресу круг.com.ua Если вы стали свидетелями резонансных событий, информируйте наших журналистов Обо всем важном и интересном сообщайте в редакцию по номеру телефона 34 00 76 Все вам наилучшего и до встречи в эфире По прогнозу гидрометцентра Черного и Азовского морей 17 июля в Одессе ожидается переменная облачность без осадков Ветер северо-западный 5-10 метров в секунду Температура воздуха ночью от 17 до 19 градусов Днем от 27 до 29 градусов тепла Температура морской воды от 19 до 20 градусов со знаком «плюс» Редактор субтитров А.Семкин